Собрав вещи, мы встретились, как и было назначено ухода во дворец. Настя, запыхиваясь по пути, притащила какой-то тяжелый чемодан и поставила его рядом с прилетевшим за нами клайдером. Я закинул свою сумку с вещами на заднее сидение, после чего с трудом поднял Настин багаж, услышал при этом металлический звон внутри. Поставив чемодан в багажник, я догадался в чем дело. Настя, зачем ты взяла с собой так много ножей? Ножей много не бывает, будто невзначай бросила она. Зачем ты их так много с собой носишь? Ровным тоном пробурчал я. Но она не ответила, лишь молча обошла глайдер и села на переднее пассажирское сидение. Тогда я залез за руль и назначил автопилот до нашей дачи, после чего мы взмыли. По пути мы любовались окружающими видами с высоты птичьего полета и, наконец, прибыл на место, сели на крышу президентской виллы. Я вылез из глайдера и, взяв свою сумку, уже пошел спускаться, дабы открыть вход. Но, оглянувшись перед спуском, увидел, как Настя с трудом пытается вытащить свой тяжелый чемодан с заднего сидения. Сначала я думал помочь ей, но потом решил поступить иначе и сказал «Зачем ты его забираешь? Твои вещи из машины никуда не денутся». Она, услышав мои слова, бросила его и направилась ко мне. А к тому моменту, как я открыл дверь, она уже стояла рядом. Я не стал задерживаться на втором этаже и сразу спустился вниз, где располагалась столовая, кухня и душ с туалетом. В первую очередь, я решил заглянуть в холодильник. Там, ожидаемо, не было ничего, кроме пустых бутылок из-под мурландской крови и каких-то заплесневелых объедков в банке. Поэтому я тут же, присев за обеденный стол, включил ИРС и заказал пиццу с напитками через Скайнет. Тем временем, Настя осматривала дом и, наконец, подойдя ко мне, сказала «Давно я тут не была. Прямо не верится, что мы вернулись сюда вместе. Мы оба давно тут не были. А главное, тебе больше не нужно делать домашние задания. Еще как нужно. Ой, я имел в виду, тебя не закроют из-за него в доме. Ну ладно, пойдем на пляж, а в доме успеем вечером побыть». Сказал я и открыл дверь, вышел на пляж, где меня обдало теплым воздухом с неповторимым морским ароматом, а также ослепило вспышками бликов от моря и с сиянием раскаленного на ярком свете песка. «Ух, ну и жара. На крыше было прохладнее, хотя там на нас светила та же звезда». Сказал я и, обернувшись, увидел, что Настя уже не только вышла из дома, но и подошла к банановому дереву, где уже висела гроздь маленьких, но уже переспевших до частичного почернения кожуры бананов. «Что ты делаешь?» – спросил я, но девушка не ответила, а молча подошла и попыталась дотянуться до фруктов. Она-ка и не хватало около десяти сантиметров в прыжке. Поэтому она обхватила ствол руками и попыталась залезть на дерево, упершись ногами в него, и даже немного поднялась над землей, но затем сорвалась при попытке отпустить ствол одной рукой и сорвать плоды. Упала, она вскрикнула и схватилась за коленку. Я тут же подбежал к ней и увидел, что девушка разглядывает кровь, выступившую на подранном колене. Не успела приехать и уже такое. «А как теперь купаться?» «Да не волнуйся, морская вода лечит раны», – ответила Настя и снова посмотрела вверх над собой, где висели бананы. «Ты так и не передумала? Ну ладно, дай помогу», – сказал я и помог Насте встать с песка, после чего обхватил ее двумя руками под ягодицы, отчего-то явно засмущалась и поднял над собой. Теперь Настя спокойно дотянулась до бананов и после нескольких попыток смогла оторвать всю гроздь целиком. Увидел это, я опустил ее вниз и поставил на ноги перед собой, после чего сказал, «Мартышка из тебя не очень, хотя любовь к бананам очень даже обезьяне. Хочешь?» – спросила Настя, оторвал один из бананов и протянул его мне. «Спасибо, у меня есть свой», – пошутил я. «Где? Ну так ешь его», – ответила Настя, тем самым неосознанно затроллил меня. Я ей не ответил и начал снимать одежду, после чего класть ее рядом на песок. В это время Настя почистила тот банан, что предлагала мне, и начала странно его облизывать, не сводя с меня взгляда. Я же, раздевшись до плавок, окликнул ее. «Что ты еду мучаешь? И меня вместе с ней? Раздевайся и пойдем купаться». После этого Настя быстро доела банан и, подойдя к моим вещам, положила остальную связку на нее, а затем стянула с себя юбку и попутно спросила. «Рома, я не помню этого дерева тут раньше. Откуда оно взялось?» «А я откуда знаю? Может, само выросло? Может, отец посадил?» – ответил я и прыжками на носочках поскакал по раскаленному песку к воде. «Ай, ну и жара», – подумал я, наконец, ступил на омываемую прибоем полосу мокрого песка. «Обернувшись, я увидел, как Настя непрежно бежит по моим следам, обжигая ступни ног при каждом шаге. «Ты забыла снять футболку!» – крикнул я девушке, когда та, наконец, ступила на мокрое побережье. «Не забыла! Купальник остался дома у родителей. Но при чем тут купальник? У тебя и бюстгальтера нет!» Настя молча, но очень сердито, из-под обья посмотрела на меня так, что я отвел от нее глаза и перевел свой взгляд на ее тело. Бежевая футболка из хлопковой ткани, с прорезью застегнутой двумя пуговицами на еле заметно выступающей груди и короткими рукавами, почти полностью прикрывала простые белые трусики с кружевом по краям, и все это подходило под ее сливочно-белую кожу. «А, я понял! Ты боишься обгореть на ярком свету? Рома, я не обязана тебе обо всем отчитываться!» Раздраженно кинула Настя, после чего глубоко вздохнула и быстро зашла в воду, после чего сразу же нырнула. Я попытался последовать ее примеру, но, коснувшись воды, почувствовал, насколько же она холодная. Я успел с горем пополам зайти по колене в кажущуюся ледяной прозрачную аж до самого дна воду, до того, как Настя вынырнула и руками убрала мешающие видеть мокрые темные волосы. Очевидно, увидел меня сухим и робко идущим к ней навстречу, она, хитро улыбнувшись, начала тоже пробежаться ко мне. Я же стоял на цыпочках на дне в шоке от волн, то и дело обжигавших холодом мои бедра. Поэтому, поняв ее намерение, сказал, «Эй, я знаю, что ты задумала, не приближайся ко мне». Настя продолжила подобно крокодилу, высунув из воды лишь ухмыляющееся лицо идти в мою сторону, поэтому я продолжил. «Настя, я не шучу, не вздумай этого делать», – рассерженно сказал я. Но она уже подплыла на расстояние пары метров и подняла из воды в вытянутую в форме лодочки руку, после чего поставила ее вертикально ладошкой в мою сторону и резко ударила ею по воде. Сотни брызг тут же полетели в мою сторону и окропили тело ледяными каплями. Будучи шокированным, я понял, что оставаться на поверхности нет смысла и бросился в воду. Немного привыкнул к воде, я вынырнул и погнался за ней. Настя уже увидел, что я разозлился, слегка попятилась назад, однако догнал ее, я понял, что попал в цукцванг. Ведь если я схвачу ее, это или то, чего она и допивается, или домогательство. Значит, в любом случае я не смогу ей отомстить за причиненные неудобства. Ну чем займемся, обреченно спросил я. В воде? Может сыграем в клача? Да нет, это по-детски. Тогда брызгалки? Спросила Настя и принялась брызгать мне в лицо морской водой, ударяя кулаком по ее поверхности. Да нет, когда я уже намок, это не работает и вообще это злая игра. Настя же в ответ кинула презирительное, хнул и затем отвернувшись сказала. Ну тогда сам придумывай. А пойдем поглубже и поныряем. Ну ладно, ответила Настя и мы пошли на глубину. Эти волды моего любимого лазурного цвета, сказала она, будучи по пояс в чистой прозрачной воде с сине-зеленой окраски. Но этот цвет называется циановым. Правда? Но почему-то этот пляж называют лазурным. Из-за неба оно лазурное. Сказал я и указал наверх. Настя остановилась и посмотрела на него. А после полуминуты таких наблюдений она ответила. Но это ведь синий, зачем ему придумали отдельное название? Но лазурный звучит так красиво. Согласен, тогда я буду называть циановый лазурным. Если ты так будешь делать, то тебя не поймут другие люди. Ну ты же поймешь. А когда станешь президентом, переименуешь циановый в лазурный для всех. Далеко же ты смотришь. Да и не думаю, что переименование цветов президентских полномочий. Но теоретически это возможно. Ура! Закричала Настя и затем, стоя уже на цыпочках, в воде нырнула. Я прыгнул в воду за ней и открыл глаза и увидел перед собой заросли водорослей. Поначалу я их испугался, но Настя смело раздвигая стебли руками, плыва дальше. Тогда и я стал поступать так же, так как понял, что когда мы плывем по поверхности, они пугают своей неизвестностью. Или я когда-то уже об этом думал. Тем временем мы выплыли на какую-то подводную полянку, но мне уже хотелось вынырнуть, так как я задерживал дыхание довольно долго. В это время она обернулась ко мне и, выпуская пузыри воздуха изо рта, попыталась что-то сказать. Бур-брум, ру-ру-пу-рум, услышал я и мы вместе всплыли. Я сразу стал жадно глотать воздух после длительной задержки, а когда мы отдышались, спросил. Что ты пыталась сказать? Я увидела там рыбу, очень необычную. И еще у меня идея, давай поплывем на дальний мир, как в детстве. Ну давай. Ответил я, и мы снова занырнули в направлении от берега. Я теперь внимательно осматривал окружение и заметил, что на дне то тут, то там ползают крабы и скачут к аркуле. А вдалеке я видел косяки рыбешек, которые все же не решались к нам приблизиться. Затем я увидел подозрительный предмет, торчащий из дна. Это было что-то наподобие кольца, сильно поросшего ржавчиной и ракушками. Я подплыл к нему и по инерции попытался встать ногами на дно. Однако они провалились в какую-то скользкую, вязкую жижу, из которой оно состояло. Я от растерянности и испуга чуть не выпустил воздух изо рта. Но вовремя спохватился, к тому же Настя, плававшая все время рядом, подала мне руку и вытянула мои ноги из этой, как оказалось, черной гадкой жижи, которая находилась под тонким слоем песка на дне. В очередной расплыл мы больше не стали нырять, а спокойно направились вперед по поверхности. Вскоре я заметил, что волны бьются обо что-то впереди. Они пенятся и перекатываются через какое-то препятствие сильнее, чем обычно. Плывя еще некоторое время, мы наконец встали на дно. Как всегда, обнаружил я его на глубине по пояс. После чего мы встали в полный рост, и я увидел песчаный островок, через который перехлестывают волны. Я постарался побыстрее выйти на него, и выбежал на остров, потоптался по его рельефному мокрому песку. Ну а мои ноги теперь периодически ударялись в волны. Настя же топталась по острову, а затем подошла ко мне и спросила, откуда он взялся. «Давай присядем», — сказал я, и мы сели на мокрый песок рядом друг с другом. После чего я ответил. Я, по-твоему, кто бог, чтобы знать это? Я читал в Скайнете, что на планетах с лунами это может быть вызвано отливами, однако у Креона нет луны. Тогда я могу лишь предположить, что причина в том, что проект «Стальной занавес» находится сейчас достаточно близко к планете, чтобы гравитационно повлиять на нее так. «Стальной занавес»? Да, это гигантское металлическое кольцо, которое отец планирует построить вокруг стелы. Ради сбора ее энергии и в перспективе, возможно, расселения мигрантов на нем. Эта стальная штука в небе сейчас же не достроена? Ага, по плану только каркас планируется закончить через 80 лет, а потом останется расширять ее. Тогда что будет с этим местом, когда ее достроят? Не знаю, возможно, эти островки увеличатся и образуют косу, создав из участка перед виллой заполоченный соленый лиман. Чего бы мне не хотелось, так как купаться в гниющем болоте не так приятно, как в открытом море. Завершил я. И тут мы, сидя на мокром песке маленького островка, увидели, как к видневшемуся вдали дому подлетел грузовой дрон с крупным ящиком, закрепленным к днищу. После чего зависнул над зданием, спустил груз на посадочную площадку на его крыше. Ну вот, наконец, прибыла заказанная мной утром доставка. Похоже, пора возвращаться на обед. Настя в ответ произнесла скудное углу и кивнула. После чего мы встали и с разбегу, нырнув в воду, поплыли обратно к вилле. Продолжение следует...